На торжественном собрании ко Дню пожилых людей присутствовали мэр города Андрей Мулярчик, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Сергей Кацко, председатель городского совета депутатов Александр Гордич и другие официальные лица. Председатель городского исполнительного комитета от всей души поздравил всех присутствующих с праздником и отметил ту значимую роль, которую ветераны играют в истории нашей страны и нашего города. Он рассказал о том, чем сегодня живет Пинск, поделился перспективными планами его развития. В ходе мероприятия обсудили наиболее острые вопросы, которые волнуют сегодня не только пожилых людей, но и пинчан разных возрастов. Это и благоустройство, и медицинское обслуживание, и социальное развитие города. С докладом на эту тему перед ветеранами выступил начальник управления по труду, занятости и социальной защите Сергей Кацко. Город продолжает развиваться, расти, улучшаться. Ну и соответственно увеличивается количество граждан, жителей города Пинска, которых на сегодняшний день уже свыше 138 жителей. Из этого числа 34 848 человек на сегодняшний день – это пенсионеры. Практически 25% от количества граждан города Пинска. Хочу сказать, что количество долгожителей, долгожителей у нас 90 лет и старше, с каждым годом все увеличивается и увеличивается. Уже мы перебалили за 200 человек. Председатель городского совета депутатов Александр Гордич отметил, что сегодня в Пинске власть уделяет огромное внимание жизни пожилых людей. Наш общий долг – обеспечить им спокойную старость и гарантированную социальную защиту. Чтобы не только в праздник, но и каждый день каждый пенсионер Пинска чувствовал себя уверенно. Я хочу заверить, что принимаются все абсолютно возможные меры для того, чтобы создать, для кого-то только приятную среду, улучшить эту среду нашего с вами обитания и проживания. Хотя бы это сделать достаточно сложно, установить граничные ресурсы. Хочу заверить, что для этого реализуется и с подкома, и депутатского корпуса, и ресурсы бюджета, и ресурсы предприятий, и ресурсы населения. Это, в принципе, ваша инициатива. Почему? Потому что наиболее инициативными людьми являются, прежде всего, люди пожилого возраста. И мы всегда идем на встречу и делаем все те мероприятия, которые улучшили облик нашего города. Представители местной власти и другие официальные лица поздравили всех гостей с праздником. Завершилось мероприятие, посвященное Дню уважения и почитания людей старшего поколения праздничным концертом.